Как вы презентуете свою цену? Еще момент. Я могу написать, что что-то стоит 300 тысяч рублей. Но я могу написать вот так. Ага. Так подешевле вроде бы уже, да? А еще слово всего. Не итогов, а всего. То есть когда вы перечисляете, и пишете всего 14 миллионов. Вот слово всего, оно каким-то магическим образом действует. Я тестировал коммерческие предложения, в которых вместо слова итогов, слова всего, на них меньше люди просят скидку. Вот когда вы едете, рекламный ищет новый Lexus всего 3 миллиона 986 тысяч. Вы думаете, наверное, это хорошая цена, наверное, обычно стоит 5, но сейчас за 2 900 нормально. Вот слово всего, оно позволяет низить цену. То есть цена оказалась более маленькой. Следующее. Я могу написать, что что-то стоит 100 тысяч рублей. Какую скидку вы у меня будете просить? Как минимум, а как максимум? Как максимум 30. Но если я вам скажу, что что-то стоит 104 тысячи 217 рублей 40 копеек, какую теперь скидку будете просить? До 100 округли мы возьмем, 4 процента, понимаете? Вот есть такие психологические вещи, которые надо знать. Как презентовать свою цену? Вот когда меня спрашивают, говорят, сколько стоит тренинг? Я могу сказать, тренинг стоит один день 120 тысяч рублей. И мне могут сказать, ой, как дорого. Но я могу сделать по-другому. Я могу сказать, что вы знаете, на рынке есть... Давайте я расскажу, что вообще... Вот они говорят, сколько стоит? Я говорю, давайте я вам сейчас расскажу, что вообще сейчас происходит на тренинговом рынке. Вам интересно? Они говорят, да, конечно. Причем не важно, что вы продаете. Вот шарики воздушные продаете. Сколько стоит? Вы говорите, давайте я вам расскажу, что сейчас происходит на рынке воздушных шариков. Вам интересно? Ну вот вам не интересно, потому что они вам не нужны. Если человек хочет купить, то ему интересно. Я уже понял, что все девушки, которым я нравлюсь, всегда меня троллят. И потом это еще отрицают. Все нормально. Я сказал, потерпите еще 20 минут, все будет нормально. Мы успеем. Мы по-быстрому сделаем. Мы в тамбуре. Цену лучше презентовать вот таким образом. Говорите, давайте я расскажу, что сейчас происходит вообще на рынке, на тренинговом. Есть три категории по цене. Первая – это дорогие западные тренеры. Очень дорогие. Цена начинается от 500 тысяч рублей в день. И вы там платите за бренд, за иностранец, оплачиваете все его бизнес-классы и прочие за все его райдеры. И так далее. Они очень классные. Просто вы переплачиваете за то, что он иностранец. Ну, есть минус, вы сами его знаете, они не знают нашу специфику, значит, фигня, потому что он иностранец. Правильно? Вот. Есть тренеры-психологи. Они дешевые. Они там от 20 до 50 тысяч за день. И вы прекрасно знаете, что за тренинги они проводят. Вот. А есть третья категория. Тренеров и тренеры-практики. Российские. Их очень мало. Здесь цена идет 80-100 тысяч рублей за день тренинга. Так вот, я нахожусь, а у меня 120. Я нахожусь в категории средний плюс. Я вот лучше, чем все они. И посмотрите, что получается. Вы не переплачиваете за то, что иностранец, за бренд. И это хорошее качество. То есть не такое, как здесь. Вот моя цена вот такая, 120 тысяч. И они такие, ну да, хорошая цена, в принципе, нормально. И я, в принципе, снял все возражения по цене. Вот таким образом презентовав цену. Поэтому многое зависит от того, как вы цену называете. Как вы презентуете ее. Еще момент психологический. Я гулял как-то по ВДНХ. Там стоит тетка, продает шкатулки. Шкатулки из бересты. Значит, я подхожу, говорю, сколько стоит шкатулка. Шкатулка стоила 4 500. Что, на мой взгляд, было безобразно дорого. Но я купил. Знаете почему? Как она цену презентовала, мама родная. Она берет шкатулку, открывает, сует мне в руки. Она начала создавать ценность. Помните, Висы, цена ценность. Ведь если бы она просто сказала цену 4 500. Я четко знаю цену, но я не вижу ценности. Нахрен надо.